всем привет дорогие друзья и вновь на ремонте у меня несколько консолей это пластейшн один так называемая slim версия ps1 это не пластейшн один а магистр трубы 8 бит в таком виде их делали и старая добрая убор или как она называться по-другому видео game system было 288 вот в таком вот исполнении не буду ходить вокруг да около давайте будем приступать погнали ну а начну я свой рассказ пластейшн один ps1 моделька scp h 102 павловская региона да вы не ослышались я сказал расскажу потому как за кадром я все эти консоли которые требовали ремонта починил а те кто которые не требовали ремонта отребовали каких-то доработок и изменений то я тоже самое провел данная консоль ко мне приехала с неработающими портами карты памяти точнее они как бы сказать то ли работали то ли не работали по заявлению владельца счетом там с ними не мог скопировать и еще была проблема с вы выходом то есть она то как-то периодически включалась ну выдавила сигнал периодически не выдавала в общем это слова владельцам я же при вскрытии обнаружил здесь кучу ржавчины металлический экран начал ржаветь и короче появились окислы я конечно же все это дело почистил подключил провод аудио видео-видео сигнала и подключил все это дело к телевизору консоль включилась видео изображение и звук появился но это было полбеды я решил значит попробовать установить диски как бы сказать посмотреть работа от ли она она категорически отказывалась даже раскручивать диском говоря уж чтобы просто его загрузить и все дело оказалось в том что корпус почему-то был немножко переведен такой небольшой восьмеркой но хотя владелец об этом ни о чем не говорил у него все говорит работала но при мне почему-то перестала в итоге я поджал корпус так сделал так схитрил так сказать и датчик который сигнализировал тому что консоли нужно будет раскручивать диск начал соприкасаться корректно и нажиматься после чего диск начал раскручиваться далее я перешел к портам карты памяти и при установке карты памяти естественно ничего не увидел даже в игре когда был попытался карту памяти что-то сохранить но она выдавала ошибку о том что нет карты памяти в слоте 1 либо в слоте 2 я загрузился в обычную меню пластейшн один и попробовал посмотреть если какие-то сохранения на карте они там были вот но насколько я помнил значит подключая карту никакой реакции нет то есть никак не отображаться ничего вообще то есть 0 не в первом него втором порту и тут я начал доставать и консоль немножко так призадумалась и на какой-то момент создалось впечатление что она начала загружать какие-то данные я решил повторить ситуацию то есть я вставил карту памяти и начал ее потихоньку доставать и в какой-то определенный момент карта определилась и показала все свои сохранения но тут же сбросила короче говоря было какое-то недопонимание у меня в чем может быть делом не знаю каким так образом получилось но контакты просто не соприкасались с контактами карты памяти то есть если совсем совсем глубоко утапливать карту памяти что в первом что во втором слоте карта перестает видеться и соответственно не сохранения на нее ничего не попадают ничего сделать короче с ней нельзя я немножко так сказать откалибровал положение этих карт ридеров и теперь при установке карты памяти каждая карточка все прекрасно как в тыкаешь и все прекрасно видится все прекрасно сохраняется и все без проблем то есть вот такая вот проблема была не скажу даже проблемой не скажу что это какой-то был вообще ремонт в принципе но тем не менее вот такие вот нюансы встречаются не знаю почему так впервые с таким сталкиваюсь почему карты памяти не видятся контакт пропадает и я бы еще и понял если бы не доставляли карту памяти она бы не определялась а тут получается что мы ее как-то дальше заупихиваем и она не работает пришлось вот немножко поколдовать с контактами ну и собственно на этом было весь так называемый ремонт окончен и все консоль полностью работа отчитает диски и хорошо себя чувствует ну а я перехожу к следующей консоли и вот такая вот у нас консоль к хотя нет наверное все таки приставка да то меня заклюют в комментариях пускай приставка приставка в корпусе вот так называемой классической ps1 вот можно поставить можно наверно так поставить ладно не будем мы и не как ставить будем лицезреть ее в том виде в котором она появилась в кадре то есть в лежачем положении power reset от new game эти приставки помнится были еще и в корпусе ps1 крышечка открываться туда останавливаться картридж в общем что по этой приставке владелец купил ее так сказать на частое использование и при первом подключении воткнул туда не тот блок питания но и запахло не жареным опаленым и что же собственно произошло вот а произошло следующее на этом вот месте было установлено цепь питания из транзистора какого-то конденсатора и сопротивления что-то там такое намудрена которая собственно из 5 вольтового блока питания она проходила через этот транзистор и отправлялась питание по всей консоли но блок питания был воткнут на 10 вольт и не знаю с той или не с той полярностью короче полетела все к чертовой матери ну я собственно решил что что тут собственно заморачиваться взял да поставил крен 7805 который уж наверняка любой блок сожрет и понизит до нужных 5 вольт ну или там 486 или какая там напряжение должно быть после выхода ну по факту это 5 вольт но ладно не суть ну и поставил соответственно защиту от переполюсовки с обратной стороны и консоль прекрасно теперь функционирует включаться работа ты картинка самое интересное у данной консоли все время забывай у данной приставки просто изумительно и и и Если её ещё перевести в НТСЦ, то я думаю, просто, ну, души не чаю, можно сказать. Единственный момент, что здесь вот контроллеры на 9 пин, мне 9 пин никогда не нравились, но, тем не менее, играется на ней довольно-таки комфортно, картинка хорошая, без вертикальных полос, что важно, а то это очень часто встречается на современных, в том числе, клонах. Ну, а про старые клоны я вообще не говорю, там, такие проблемы с питанием, да что уж говорить-то, фамиком и топалось, от чего уж тут греха, как говорится, таить. Ну и, собственно, на этом всё. Вот такой вот небольшой ремонтик с заменой цепи питания. И да, сразу скажу тем, кто, да вот, чё там, поставил кренку, а где радиатор? Ребят, я не знаю, сколько она потребляет, но поиграв час, я прикасаюсь к этому стабилизатору, и он нагревается, ну, блин, я не знаю, от силы градусов 40-45, ну, 50. То есть, спокойно я могу держать рукой, и вообще никаких проблем. Она не берёт в себя практически ничего. То есть, поэтому тут и радиатор нафиг, в принципе, не нужен. Он, бывает, его и на обычные тесты консоли не ставят, чё уж тут говорить об этом. Ну и, в общем-то, всё. Такая вот небольшая была заморочечка. Ну, а я, собственно, перехожу к следующей приставке. Ну и, собственно, третья приставочка, которую мне потребовалось немножечко поремонтировать и немножечко прокачать, так сказать. Это Subor Video Game System LBA 288. Немножечко пыльно. И первое, что нужно было сделать, это заменить провода. Да-да, именно провода. Но вы скажете, что с проводами-то не так. Ведь они, вот они, собственно, провода хорошие. Но это не те провода, которые были здесь установлены. А были установлены вот такие вот провода. Пятижильные проводочки в такой манере плоской. Не знаю. Я бы, в принципе, так и оставил. Почему владельцу не понравились они? Ну, он, видимо, решил привести её в состояние оригинальности консоли. Ну, как оригинальности? Клона оригинальности. То есть, в общем, всё это сделать решил так, как это было из коробки. Ну и, собственно, подправить немножечко картинку. Сделать защиту. Потому что это прям для него консоль из детства. Вот. Так сказать. Ну, что, собственно, было сделано? Естественно, я перепаял провода. Взял за основу провод. Напишу название этого провода где-нибудь в уголочке. Не помню просто, честно сказать, название этого провода. Но он идёт четыре жилы. И одна идёт в оплётке. Вот белый провод. Он идёт в оплётке. То есть, это пятая на массу. Я так сделал. Провёл всё. Красиво, нарядно. То есть, он такой довольно-таки мягонький. Хороший проводочек. Всё без проблем. Но это было не главное. А, как сказать, второстепенно. То есть, если я найду провод. Провод я, естественно, нашёл. Ну, и, собственно, всё это и сделал. И, кстати, да. Вот была одна проблема с перепайкой проводов. В том, что, ну, провод идёт вот такой. Он не разноцветный. Он идёт чёрный, белый, чёрный, белый и чёрно-белый. То есть, ну, если с одной стороны, с первым джойстиком я, как бы, ну, без проблем. То есть, просто прозвонил, что куда идёт и перепаял. То со вторым была проблема. Потому что он был порезан где-то на середине или около того. И выяснить распиновку не так-то просто. И с первым джойстиком распиновка идёт одна. Со вторым идёт другая. То есть, со вторым-то проще разобраться. Даже если, по сути, так логически. В общем, немножко времени побольше я потратил на это дело всё, чтобы определить, где, какой пин и с чем он связан. Тут есть expansion порт полноценный. Поэтому я через него и прозвонил. Но ещё вот с первым немножко, так сказать, повозился, поразбирался. Но это как бы мелочь. Далее я пошёл что? Посмотрел изображение. Оно было тёмное. Ну, хотя оно довольно-таки неплохое было. Но оно было тёмное. Со звуком проблем никаких нет. Тут нарицания вообще никаких. То есть, и претензий. Всё сделали китайцы хорошо. Здесь была не распаяна видеосхема. Я её попытался распаять. И вылучил такой ужас, что лучше бы я её и не распаивал. Поэтому принял решение отпаять вообще провод видеосигнала, который идёт от процессора через какое-то сопротивление, конденсатор. И уходило напрямую на, по-моему, какой-то 300-ый транзистор, что ли. Не помню сейчас. Но он подобие что-то 945-ого транзистора. В общем, не помню точно. Но, тем не менее, я решил всё-таки убрать этот 300-ый, поставить 945-ый. Дополнительно второй транзистор 733-ый. Всё это дело скомпоновал в таком виде. Часть монтажа на старое место поставил. Часть добавил вот сюда. И такой вот в оплётке провод экранированный провёл. Сразу от пятака процессора, видеосигнал и напрямую до AV-мода. Теперь видеосигнал стал корректным. То есть цвета, яркость стала хорошая. Убрал максимальные наводки по вертикальным полосам. И всё прекрасно теперь видится, отображается через AV. Хотя не каждый клон может, так сказать, порадовать AV-выводом через вот этот композитный выход. Аудио и видео. Обычно они идут нераспаянные. Ну и, помимо всего прочего, поставил диод от переполюсовки. Ну, то есть, как сказать, защита от нежелательных блоков питания, которые приводят консоли к смертельным последствиям. Собственно, вот и всё. Такие вот модификации, такие вот улучшения и ремонты по части этого Сюбра. Ну что ж, вот такие небольшие ремонтики я произвёл с этими приставками. Ну а на этом у меня всё. Я очень рад, что вы смотрите мои видео и всячески меня поддерживаете. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!